Стоимость этого сооружения более 100 миллиард долларов США. И это самое дорогое здание в мире. Но это только цена. Истинная же ценность ее измеряется. Совсем в другой единице измерения. Это мечеть Аль-Харам. Чтобы вы понимали масштаб этой мечети, поговорим немножко о цифрах. Режим работы. 24 часа в сутки. 6000 акустических систем. 25 тысяч контейнеров воды Замзам. 40 тысяч ковров. Площадь 1 миллион квадратных метров. Вместимость более 2 миллион человек. Ежегодно посещает 20 миллион человек. Полным ходом идет реализация проекта Короля Саудовской Арабии по расширению мечети Аль-Харам. Которая включает увеличение площади для Тауафа и количество этажей мечети до 6 этажей. Общая площадь расширения составит 2 миллиона 750 тысяч квадратных метров. Чтобы вы примерно представляли, как будет выглядеть иншалла мечеть, я хочу вам показать примерный макет. Посмотрите. Знаете, что меня здесь удивляет? Высота вот этих минаретов, она сейчас в жизни очень высокая. Смотрите, что они хотят сделать. Центральный двор мечети, где расположена Кааба, называется Матаф. Матаф является местом, где паломники во время хаджа и умры совершают Тауаф, то есть ритуальный обход Каабы, и служат главной молитвенной зоной во время намаза. В такой мечети очень легко потеряться. Поэтому рекомендую вам скачать приложение Аль-Махсад, где вы сможете узнать, где вы находитесь. Кстати, приложение работает без интернета. Достаточно просто GPS. Главный источник Замзам находится между Черным Камнем и Макам-Ибрахим на глубине 30 метров. Там, кстати, он идет с двух источников. Один от Каабы, а второй от Сафа-Маруа. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на этот мрамор, который постелен здесь. Люди, которые здесь были, наверняка помнят, что когда по ним уходишь босиком, то чувствуется некая прохлада, даже где-то холодно. Почему? Потому что это специальный мрамор, который привезен из острова Тасос, который находится на севере Греции. Его особенность в том, что он отражает солнечные лучи и тепло. Вот так вот.